Время Великой Отечественной войны 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 и снят в студии игрового кино «Краски» по книгам новосибирских авторов о жизни в области во время Великой Отечественной войны. Правда, реального прототипа у Вовки Куликова не было. Создатели фильма признались, что это собирательный образ. Идею фильма режиссера Дениса Казанцева, чей прадед был суворовцем во время Великой Отечественной войны, а главного героя фильма сыграл его сын. Конечно же, поддержало государство. Съемки в Сибири всегда считались удовольствием дорогостоящими, а в Суворовце сцены фильма еще и поражают своим масштабом. Одни костюмы чего только стоят. Как появилась идея фильма? Мы основывались на материалах писателей, новосибирских писателей, которые писали про свое военное детство в ТЛУ, в Новосибирской области, 1941-1945 год, либо писали рассказы, брав истории своих родителей во время Великой Отечественной войны. Съемки какой сцены запомнились вам больше всего? Ну, мне запомнились больше всего съемки предпоследней сцены. Не буду говорить, что там, чтобы, ну, так сказать, не спойлерить. Ну, в общем, это были самые такие сложные съемки, которые мне очень сильно запомнились. Я думаю, финальная. Не буду говорить, о чем она. Это зрители должны увидеть, прийти в кинотеатр посмотреть. Но, наверное, она самая важная, ну, в которой раскрывается тема нашего фильма, собственно говоря. Главный герой спасает свою семью. А вы когда-нибудь спасали кого-нибудь? Ну да, на самом деле я могу, мне кажется, похвастаться, потому что я часто спасаю дворовых котят и собачек. Ну, я начинал с собачек и кошечек на улице. Я был пионером и защищал их от хулиганов. Я, наверное, спасал свою младшую сестру. Помогал ей с подделкой в детский сад. Главный герой защищал свою семью. А кого и как вы защищали? Ну, я каждый день защищаю и свою семью, и нашу страну. Благодаря своей работе, то, что я вношу ежедневный вклад в какую-то вот патриотическую работу. Вот, конечно, так же, как и все наши граждане, которые с активной гражданской позиции. Я закончил два военных училища. Я профессиональный военный, офицер. Вот, и я прошел практически все горячие точки бывшего Советского Союза и сегодняшней России. Можно сказать, что я защищал свою родину. Я спасла своего мужа. Я сделала его счастливой. Я спасаю всегда свою дочь. Помогаю ей делать домашку в садик. Спасать людей по жизни приходилось и очень часто. Кого-то советом, кому-то помогала материально, кому-то помогла в шоу-бизнесе. В фильме главные герои сталкиваются с несправедливостью. А вы когда-нибудь боролись с несправедливостью? И как это было? Да, это смысл моей жизни. Я вообще считаю, что главное для каждого человека – это обостренное чувство справедливости. Знаете, вот у нас сибиряков – это в природе, вот это отличает нас. Не случайно же, когда в 41 ноябре пришли сюда сибиряки, то главная несправедливость, аппетиты, которые у кого-то были слишком велики, чтобы схватить наши территории, вот эту справедливость сибиряки помогли восстановить. Бывало такое, что у нас мальчика были одного, я отогнал плохие шеи. Было много раз, начиная с школьной скамьи, заканчивая буквально недавно. У меня был такой случай, когда, конечно, иногда приходится проявлять силу духа и, безусловно, чувство справедливости, мне кажется, это вообще самая главная составляющая мужчины, которая должна быть у каждого человека. Вы когда-нибудь боролись с несправедливостью? И как это было? Я всегда борюсь с несправедливостью. У меня с самого детства высокое чувство несправедливости. Я боролась, когда моему однокласснику поставили несправедливую двойку. Российское кино сейчас, пожалуй, переживает свое лучшее время. В последние годы на большие экраны вышло много достойных фильмов во всех жанрах. Режиссеры фантазируют о будущем, переосмысливают классику и, конечно же, отдают дань прошлому. Фильм про Великую Отечественную войну. А что ваши предки делали в это суровое время? Мои предки. Мой дедушка, родной дедушка, на фронт был призван 22 июня 1941 года, а 6 июня 1942 года погиб под Оржевым. Вот что делали мои предки на войне. Мой дедушка дошел до Кёнигсберга, вот, был тяжело ранен и вернулся уже домой без ноги. Вот, у главного героя, у Всеволода, который играет главного героя, у него дедушка был узником концлагеря и много нам рассказывал. Он дожил, да, совсем недавно нас покинул. Вот, он рассказывал о том, как, собственно, в шестилетнем, в девятилетнем возрасте попал в концлагерь, и как он там выживал, бежал, прошел линию фронта, прибежал к нашим, был сыном полка, и потом смог после войны вернуться домой. Там целая история. Я думаю, что по этому поводу мы тоже фильм снимем когда-нибудь. Моя тетя двоюродная, она помогала ребятам на фронте, она носила им воду, еду, и ее, конечно, за это потом расстреляли, но вот она для меня моя героиня лично. Мой дедушка, как раз ему было 18 лет, и он отправлялся на Москву в 45-м году, и пока ехал в поезде, был День Победы, и именно его поезд развернули домой. У меня дедушка величайший человек, он военный хирург, он был хирургом во время войны, после войны он стал писателем, Альберт Венемис Цесарский, в общем, очень интересная личность. Моя прабабушка, летчик-истребитель, она вернулась, слава богу, живой, невредимой. Мой прадедушка, получается, он дошел до Рейстага, он был заводчиком Катюш, на самом деле он просто, я считаю, герой войны, у него очень много, как сейчас вспоминаю, медалей, орденов, вот так вот все, вот так вот увешано просто до самой ниже талии. Что для вас значит дружба и было ли такое, что друзья вас спасали? Да, это, пожалуй, главное в жизни. Дружба это когда тебе говорят с тобой, пойду в разведку. Для меня это дружба. Дружба это самое важное мужское качество. Дружба это то, что нужно беречь всю жизнь. Это самое ценное, что есть у человека в жизни. Дружба это когда мы с моими родными, с мужем и дочкой делимся откровенными секретами и друг друга поддерживаем. Иногда делимся очень-очень личным, что мы знаем только втроем. Для меня настоящая дружба это как раз вот, чтобы друг всегда мог прийти на помощь, несмотря на какие-то, возможно, немыслимые обстоятельства. Последний раз друг меня очень сильно выручил в школе, как ни странно, на контрольной работе, подсказал ответ, так сказать, на нужный вопрос. Что для тебя значит настоящая дружба? И бывало ли, что тебя выручал твой лучший друг? Настоящая дружба для меня это когда у тебя есть человек, который тебя никогда не бросит, всегда будет с тобой в любом моменте. Да, и меня часто выручают мои друзья, даже вот конкретно сейчас со мной мой друг, и он мне очень во многом помогает. Это самопожертвование, чтобы я мог пожертвовать собой, своим временем, своими какими-то дорогими для меня вещами ради человека, которого я люблю. Для меня друг это как брат или сестра, это близкий человек, которому ты можешь доверить все свои секреты. Дружба это самое важное, что только может быть у людей, потому что рано или поздно в конце жизни тебе останется буквально пара друзей, которые с тобой буквально прошли всю жизнь. Дружба для меня это верность, преданность, это взаимовыручка, поддержка, внимание, понимание, принятие. Почему мы с ребятами обязательно должны посмотреть фильм? Я считаю, его обязательно надо посмотреть, потому что в нем присутствуют интересные вещи для вот такого возраста. И потому что там есть очень добрые мысли, и там рассказывают о добрых человеческих качествах. Дети времен Великой Отечественной войны, ваши ровесники, сталкивались с такими колоссальными трудностями и проблемами. Они быстрее взрослели, наверное, но при этом не теряли ощущение детства. И мне кажется, сегодняшнему поколению, вашему, это можно смотреть как для некого размышления, что ли, диалога с героем. Можно узнать в герое себя и, может быть, ответить на какие-то свои вопросы, ваши вопросы, которые волнуют вас сегодня, с помощью этого фильма. Суворовец 1944 переносит нас в тяжелое время для русского народа, которое еще живо в памяти наших родных. Такой фильм не оставит зрителей равнодушными. Это нужно смотреть детям, чтобы они учились сопереживать. В фильме покажена важность каждой жизни. С вами были ТВ-детки. С праздником Великой Победы! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ВК и Telegram. И оставайтесь в курсе самых интересных событий. Всем пока-пока!